Доброе утро, мои хорошие! Я без макияжа. Сегодня у меня день рождения, наконец-то! И сегодняшнее утро началось максимально прикольно и интересно. Я смотрю, что у меня пропущенный вызов от Джоли. Решила ей написать, и она мне говорит, что спускайся вниз в маркет, который находится под вашим домом. Я думаю, что там может быть? Я просто настолько не ожидала от нее такого. Сейчас вам покажу, какую красоту она мне прислала. Я просто в восторге. Огромное спасибо. Я желаю всем вам, вот таких вот друзей, которые вас радуют. Спустилась вниз, а там вот такая вот красота. Просто гляньте на оформление. Я еще в постели, даже постель не собрала. Самые прекрасные девушки с днем рождения Айка от Джоли. Просто красота. Подняла мне сегодня настроение. День сегодня начался, я вам так скажу, очень круто. Спасибо еще раз. Не успела я, мои хорошие, высушить волосы. Сделала кое-как макияж. И мне написала моя подписчица, и Наса, она чеченка. И до этого тоже мне дарила кофточку такую прям прикольную. Честно, мне безумно неудобно перед ней, что она каждый раз мне что-то дарит. Я ее позвала, что она может прийти к нам, посидеть вместе с нами, попить чай, поесть тортик. Но она не согласилась, просто хочет вручить мне маленький презент. Мне реально очень приятно. Голова еще мокрая. Вот, она сказала, что ничего страшного, высуши голову, потом приходи. Я подумала, что очень некрасиво получается. Заставляю человека ждать. Поэтому я бегу с шапочкой теплой. Вроде как мне не холодно. Заодно впервые увидимся. Ребят, меня просто переполняют эмоции. Посмотрите на эту красоту. Сейчас приду домой, и вам обязательно все это дело покажу. Букетик, конечно, бомба. Такой добрый души человек. Если меня еще смотрят чеченцы, отпишитесь, пожалуйста. Я вот прям на днях собираюсь к ним в гости пойти, познакомиться поближе. У нее, правда, муж, я немного стесняюсь в этом плане. Сейчас пойду домой, покажу маме, мама будет в шоке. Я позвала на чай. Она сказала, что у нее дела, но дай бог, как-то в другой раз обязательно. Ну все, я уже дома. Я в восторге просто от подарка. Сейчас вам покажу. Вы просто гляньте, какая красота. Не обращайте внимания, это на заднем плане Твикс играет. Он обязательно должен делать мой задний план. Смотрите, как красиво, как со вкусом. Подобраны цветочки, как это все гармонично смотрится. И вот такой вот подарочек. Здесь была такая ромашка, или как правильно называется. В общем, что можно подарить мукбанкеру? Конечно же, вкусняшки! Здесь записочка. И как это можно съесть? Вы просто скажите мне. Здесь написано Айка Эмили. Ну как рука поднимется, зуб как поднимется? Это съесть-то, а? И в конверте была вот такая вот открыточка. И здесь написано и нас. И нас спасибо большое. Честно, мне очень-очень приятно. Даже как-то в какой-то степени неудобно. Спасибо огромное. Это мне прям подняло настроение. А так выглядит подарок от мамы. Просто вкуснятина. Гляньте, какой тортик. Вы, наверное, подумаете, что это живая малина и смородина. На самом деле нет. И живика, то есть, да? На самом деле нет. Это просто мармеладки. Счастливый человек выглядит в свой день рождения именно вот так. Я сейчас на Байрика отмечать где-то в ресторане изначально не было, потому что коронавирус и рестораны закрываются. Через, по-моему, 2 дня вообще будет смс-режим. То есть, на улицу можно будет выходить только по смс-пропуску. Ты отправляешь смс и только один раз можешь выйти на улицу на 3 часа и вернуться обратно. Если тебя поймают с поличным, то все штраф. Поэтому как бы и не хочется на самом деле. Да и вообще я очень домашний человек. Я не очень люблю тусить, даже когда в универе училась. Не настолько сильно люблю там клубы всякие, не знаю, дискотеки. Так что для меня самое лучшее времяпровождение, когда мои близкие, любимые рядом. Особо приглашать народ я не стала. Я сразу сказала, что я не отмечаю, а просто есть люди, которые не позволят мне не отмечать этот день и придут, не в зависимости от того, приглашаю я или нет. Я рада, что такие люди есть. Это очень приятно, с одной стороны. Посидим, поболтаем и все дела. Так уже на стол все это накрываем. Али, оп. Вот так вот. Я искала-искала своего малыша, а оказалось, что этот хулиган здесь и спрятался. Я опять возвращаюсь к вам и опять же сюрпризом. На самом деле мы с моим парнем изначально договорились, что то, что я хочу, я выберу. И мы вместе поедем и купим. Так как он сейчас не в Баку, это сделать невозможно. Поэтому я думала, что это останется. И как бы когда он приедет, мы поедем и купим то, что я хочу. И тут меня ждал сюрприз. Позвонил его друг, который должен был кое-что завести к нам. Я подумала, что как раз таки он это и привезет. Но тут-то было. Такой красивый букет. Я вам сейчас покажу. Я просто в восторге. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже, наверное, давно его видели. Но реально я могу сказать, что настолько красивый букет. Я реально никогда не получала. Он прям похож на невесту маму. В восторге. Да, мам? Очень классно. Сейчас покажу. Вот так вот он выглядит. Просто гляньте, как красиво. Вот. И здесь белые розы. Вот эта вот штука с таким амбре. Я в восторге. Пахнет просто обалденно. А самое главное, очень понравилось Твиксу. Я вам выкладывала историю, как он нюхает этот букет. Кусает вот эти вот ветви. Непонятно, чего он хочет добиться. Кладем в вазу и ждем гостей. Тем временем мы маленько прям накрыли на стол. Все накрывать не стали. Когда гости придут, уже все остальное тоже принесем сюда, чтобы прям горяченькое было. Мам, это водка? Что это такое? А вода обычно в такой новой форме, в новой упаковке, так скажем. И здесь опять цветочки. Ну, прям красота, не день рождения. Ну, все. Гости пришли. Прямой репортаж. Что ты хочешь сказать, моя папа? Мне хотелось сказать, что я тебе желаю счастья, здоровья. Всегда осталась такой красивой, позитивной. Ты всеми любимой. Мы такие очки. Айка, Эмили. Да. Очки приносила. Она как увидела меня, сразу говорит, у тебя минус сколько. Ты тоже астигмат. Мамино фирменное блюдо. Тут мамин торт. Мы уже накрыли на стол. Здесь жареная курица. Все такие сразу успокоились. За компьютерку собираемся. В общем, все сказали... Давайте вот так. В общем. О, Господи, Господи. В общем, каждый из пришедших сюда... Спасибо, что пришли. Все, каждый сказали тост. Но мне кажется, мой тост был самый лучший. Согласитесь? Согласна. Конечно. Попробуй не согласиться. В общем, я сама себе желаю, чтобы в следующем году у меня было уже 300 тысяч подписчиков. Стабильная, хорошая работа. Я думаю, мой работодатель со мной согласится. Правильно? Конечно. Ты же меня не уволишь. В никаком случае. Я скорее сам уволюсь. Слышали? Он меня не уволит. Мне, кстати, в комментариях иногда пишут, что ты просто так держишь меня у себя на работе, потому что твоя родственница. Скажи, что я очень квалифицированный кадр, и без меня вообще компания потонет. Работа держится на тебе. Вы слышали? Да. Слышали? И это не шутки. Компания без меня, как рыба без воды. Да. Спасибо, дорогуша. В общем, спасибо всем за поздравления в комментариях, если серьезно говорить. Я буду очень рада, если все вы подпишетесь на меня. Спасибо. Нажала или нет? Да, нажала запись. А как же без этого? Можешь, Иван? Спасибо, что пришли. Да, спасибо. Иван, помоги, помоги, снять, снять, помоги. Подожди, подожди, подожди. Сколько здесь? Иван, на прямой конференции связан. Желание? Давай, загадывай. Желание? Ну? Сейчас больше. Выключи. Там розетка испортилась. Ох, красота. Так, сейчас надо придумать желание. Happy birthday. Happy birthday, даю. Ура! Молодец. Мой авторский ресервер. Очень вкусный торт, мам. Это нечто. Посмотрите, какой тортик здесь. Бананы. Это нечто. Первана, скажи честно, вкусный торт. Не в тему. Ну, в общем, ребят, мамины рецепты это нечто просто. Очень вкусно. Вы просто гляньте, как это выглядит. Я специально взяла себе маленький кусочек, чтобы не наедаться. Ты же знаешь, я худею. Поэтому, но я понимаю, что одним кусочком дело не закончится. Понимаете? Поэтому надо этом еще один себе. Ребят, я была вся заплакана. Я думала, что Твикс, он потерялся. Смотрю, что нигде его нету. Весь дом перерыл. Я думала, что он убежал. А, оказывается, он в пластиковой тарелке спит, скотина. Я сколько звала тебя. Мама же боится тебя, что ты упадешь. Что-то с тобой случится. Короче, меня тогда наградить тоже. За что? За то, что ты его нашла? Да. Хорошо, я тебе куплю новый. А ты все, аж плакала бы. Новый блендер я тебе куплю. Нет, миксер. А, миксер новый. Ну ладно. Самый клон нашелся.